Желающим позагорать на пляже, ехать в Сочи пока рановато. А вот инвесторам самое время. Эмеретинские пляжи передают местным ательерам. Владельцам гостиниц предлагают взять в свои руки часть околоморской территории. Таким образом, власти рассчитывают сэкономить на содержание инфраструктуры. А ательеры получат убедительный аргумент в споре за туриста, гарантированное для него место у моря. В рамках поручения правительства эти пляжи будут переданы ательерам, то есть в пользование, где ательеры сделают соответствующую инфраструктуру. Есть нормативы, сколько должно быть спасательных вышек, сколько зонтиков, лежаков, какие должны быть условия для отдыхающих, раздевалки, туалеты. Вместе с тем, это приведет к улучшению качества обслуживания людей на пляже. И не секрет, что в основном-то люди едут в Краснодарский край, на Черноморское побережье, ради пляжного отдыха. Это больше 90%. При этом пляжи должны остаться открытыми для всех, а не только для клиентов отелей. На таких площадках сами гостиницы смогут зарабатывать с помощью собственных услуг и сервиса. По мнению аналитиков, морская инфраструктура, к которой относятся пляжи, не успевает развиваться за прибрежной. И такое государственно-частное партнерство в перспективе поможет разгрузить Черноморское побережье. По нормам Санпин на пляже на одного человека отводится не меньше пяти квадратных метров. Правда, в курортных реалиях на такой площади обычно соседствует 3-4 туриста. И это не предел, особенно в нынешних условиях курортного рынка. С этого года россияне полюбили отдыхать на родине еще больше. Некоторые за падение курса рубля за границей отдыхать стало дороже, некоторые потому что оказались невыездными. Естественный отбор и популярность внутреннего туризма растет на глазах. Вместо Турции и Египта люди выбирают Черноморские пляжи, которых, как заметил губернатор Краснодарского края, много не бывает. Протяженность кубанских пляжей нужно обязательно увеличивать, поставил задачу Александр Ткачев. Нужны новые гостиницы, новые пляжи в крае 1200 километров прибрежной полосы. А для цивилизованного отдыха пригодны всего лишь 10 процентов. И те в сезон забиты мы видим. При этом мировой практике немало удачных примеров успешного освоения труднодоступных пляжей. И почему бездействуют наши муниципалитеты? Мне лично не очень понятно. У нас в крае за прошлый год появился только один пляж в поселке Мысхака протяженностью 370 метров. Поручаю руководителям территории в кратчайшие сроки проработать с предпринимателем меры по увеличению протяженности благоустроенных пляжей. Куртный сезон не за горами. Если мы хотим, чтобы люди к нам вернулись на следующий год, мы просто обязаны им обеспечить комфортный и цивилизованный отдых не только в отелях, но и на пляже. Кубанское побережье, по сути, имело монополию на пляжный отдых в России. С возвращением Крыма появился конкурент. Правда, пока на фоне Краснодарского края побережье полуострова серьезно проигрывает. У Кубани есть фора в 5-7 лет, подсчитывают аналитики, чтобы еще больше нарастить мышцы в виде новых метров благоустроенных пляжей. В Геленджике, чья пляжная полоса признана лучшей в стране, уже готовят новый проект. Длина 600 метров, ширина 25. На таком пляже комфортно позагорать одновременно смогут 3000 человек. Стоимость этого проекта более 150 миллионов рублей, но при этом мы понимаем, что востребованность сегодня курорта растет, количество отдыхающих с каждым годом увеличивается. И мы эту работу проводим сейчас по нашим муниципальным пляжам. У нас в планах есть разработка проектов еще четырех пляжных территорий в городе, в селах и поселках. В этом году курорты Краснодарского края на низкий старт встали задолго до теплой погоды. В регионе в прошлом году уже появились два насыпных пляжа. В нынешнем сезоне ждут 15 миллионов туристов. На 2 миллиона больше, чем в прошлом году. Естественно, основной поток придется летом на Черноморское побережье. Александр Иванченко, Александр Киреев, Кубань-24.